Надо или не надо? Делать или не делать? Что правильно, а что неправильно? Не надо задавать вопросов. Надо смотреть и запоминать. Надо, не надо. От Ильи Лазерсона. Итак, мне надо сделать отбивные. Я уже отбил мясо, и теперь нужно их панировать. Но прежде всего, надо их приправить. Соль. И еще раз соль. А теперь перевернул, и пошел перец. Приправил перцем. Перец. Не надо солить с обеих сторон мясо. Ну, кто это придумал, я не знаю. Так вот, панировать. Прежде всего, надо сделать льезон. Льезон. Это очень важная штука, льезон. Не лосьон, а льезон. Понятное дело, яйца. Надо их разбить в миску. Но этого мало разбить, яйца. Нужно их смешать с небольшим количеством жидкости. Это может быть молоко или вода, неважно. Возьму молоко. Смешаю. Понятно, что надо смешать. Но скажу вам, друзья, что этого мало. Надо обязательно в льезон добавить немного муки. Потому что мука способствует тому, что льезон будет лучше приклеивать на себя панировку. Это обязательно надо сделать. Мука. Теперь я могу смело смешать льезон. И будь уверенным в том, что мои отбивные получатся очень правильными и хорошими. И теперь посмотрите, как этот льезон является, насколько хорошим клеем для того, чтобы наклеить и удержать панировку. Обязательно надо запанировать мясо сначала в муке. Вот это очень важная вещь. Только потом льезон и только потом сухари. Вот, смотрите, мука, льезон. Обильно и хорошо, равномерно смачиваю льезони. И потом сухари. Для того, чтобы отбивная была правильной, очень важно сделать правильную панировку. Не надо солить с обеих сторон мясо. Надо обязательно в льезон добавить немного муки. Обязательно надо запанировать мясо сначала в муке, потом в льезон и только потом сухари. Мало запанировать мясо просто в сухарях и льезоне. Прежде всего, мука. Надо-не надо. От Ильи Лазерсона. Субтитры создавал DimaTorzok